привет всем привет от меня привет от года сегодня будет по столу пошел ладно я сегодня прощаю сегодня будет разговорное видео потому что я давно с вами вот так просто не болтала и не отвечала на ваши вопросы а под каждым видео я встречаю вопросы на которые на некоторые я уже отвечала но видимо кто-то не смотрел предыдущие видео кстати посмотрите вдруг вам понравится и я выписала вопросы чтобы отвечать на них их немного поэтому видео будет надеюсь не очень длинная может вы вообще впервые на моем канале меня зовут надежда кулакова я из города иржевска мне 29 лет я снимаю обзоры из магазина фикс прайс сенсей галамарт модис фамилия короче снимаю обзор в магазинах и еще параллельно виду вот этот канал где рассказываю про свою личную жизнь показываю покупки показываю рецепты макияж путешествия котика все показываю ладно давайте приступим к вопросам первый вопрос кто я по образованию у меня вообще два образования по первому образованию я педагог и преподаватель английского языка по второму я специалист по международным отношениям может быть кому-то это непонятно но это короче политика истории тоже иностранные языки кстати были еще вопросы про иностранные языки я в принципе неплохо говорю на английском учила испанский учила немецкий я еще понимаю удмуртский русским тоже хорошо владею в принципе а еще учила одно время латинский но это уже не считается так кем я работаю на дому ну в принципе до этого рассказала до кем я работаю я делаю обзоры снимаю влоги принципе я считаю это своей основной работой но до этого я больше занималась рукоделием я делаю брошки своими руками кстати ссылочку на инстаграм я оставлю внизу если вдруг захочется напишите я могу сделать кстати брошки и на заказ следующий вопрос о про брошки кстати ну вот я про брошки рассказала я занимаюсь этим уже четвертый год подумать только до 4 год я занимаюсь рукоделием сначала делала для себя для друзей потом людям начало нравится я создала аккаунты в соцсетях и продаю теперь все это и кстати неплохо продаю очень многие покупают многим нравится у меня есть постоянные клиенты я кстати отправляю по всему миру по всей россии за границу короче везде отправляю если даже вы не из россии я могу присылать вам брошку если захотите дальше кто ваш муж по профессии пор тема есть несколько тоже образование как и у меня в основном это связано с маркетингом и с нефтяным делом но занимается он не этим поэтому у нас вот так вот получилось что мы отучились на одних и занимаемся совсем другим потому что интересы поменялись и хочется заниматься действительно тем что приносит не только деньги но и удовольствие так как вы делите дела по дому прошу прощения может быть шумно у меня окно открыто довольно душно дома как мы делим дела по дому да никак не делим если есть грязная посуда мою я если вдруг меня не дома моет артем ну то есть у нас нет такого что я по хозяйству хлопачу и он ничего не делал типа мужик в доме я зарабатываю деньги больше ничего не делал нет у нас такого нет он может приготовить пока что может прибраться он может помыть посуду может сходить магазин все можете сделать даже пол помоют без проблем я тоже самое могу сделать то есть четкого какого-то разделения у нас нет если кто-то очень сильно устал или у кого-то очень много работы то дела по дому делает другой так ладно следующий вопрос как артем относится к съемкам видео очень хорошо относятся он вообще меня всегда поддерживает он поддержал меня тогда когда я решила уйти с основной работы и ушла в творчество у меня очень поддержал он вообще прям сказал на ли зачем ты будешь искать себе новую работу который тебе не будет нравиться подумай что тебе нравится и занимайся этим то есть вот этот волшебный пинок дал мне артем я ушла в творчество и уже вот четвертый год я рада что я ушла тут и орешь там кота с ним просто сегодня еще не гуляли слышите да как он недоволен короче он недоволен так ну вроде ответила он хорошо относится к съемкам видео он мне помогает в этом ну или не мешает когда я снимаю или озвучиваю дальше о этот вопрос он настолько актуален каждый раз каждый раз когда я называю свой возраст мне сразу говорят но я где дети а почему у вас нет детей анали вы прячете детей а почему вы прячете детей я не прячь у детей у меня нет детей и сразу отвечу на вопрос нет мы не хотим детей нет у нас нет проблем со здоровьем и переживайте когда захотим тогда и Я считаю, что детей нужно заводить только тогда, когда вы к этому готовы, а не когда вам давят на мозги, капают на мозги, и вот так, рожай, часики-то тикают, рожай. К сожалению, очень многие люди забывают о чувстве такта, о каком-либо воспитании, когда касается дела вот такой щекотливой темы насчет детей. Детей, помню, что когда мне только начали задавать вопросы про детей, ну именно в видео, не в жизни, в жизни мне уже перестали задавать вопросы, а вот под видео мне пишут, почему нет детей, когда заведете, у вас уже такой возраст. Я удивлялась каждый раз, думала, как можно такие вопросы задавать незнакомому человеку, абсолютно незнакомому человеку, то есть банальное воспитание, видимо, у некоторых просто отсутствует. Ну ладно, поинтересоваться один раз, два, три, ну просто меня об этом спрашивают очень часто, прям очень часто. И знаете, мне бы в голову не пришло задать такой вопрос незнакомому человеку, когда я была, например, узнала, что у девушки 30 лет, ну там даже 25, не хочет детей, ну или там не может иметь детей, не дай бог, конечно. Ну, задавать такие вопросы, причем очень настырные, и говорить, знаете, мне даже иногда писали, что, мол, Надя, в твоем возрасте нужно уже детей из школы забирать. Вообще рожать надо там с 18, с 20, видите, как много людей, как много мнений. Мне 29, мне через 2 недели 30, и я пока не хочу детей. И мы с Артемом в этом полностью солидарны, он тоже пока не готов к этому. И я считаю, что вот когда мы только будем готовы, как только захотим, тогда и будем рожать детей. Я, кстати, не отрицаю такой возможности, что я не захочу детей в принципе, и ничего плохого я в этом не вижу абсолютно. Надеюсь на ваше понимание и на адекватную реакцию. Потому что если вдруг мне будут писать какие-то обидные комментарии, связанные именно с моим мнением насчет этой позиции, насчет моей жизни, не чьей-то другой, а моей жизни, я буду банить. Поймите меня, не нужно весть в эти дебри. И я думаю, что я очень тактично вам объяснила свою позицию, позицию Артема насчет этих детей. Давайте все-таки будем более толерантными и более терпимыми. Так, дальше вопрос. А, вот пропустила, кстати. Как родители относятся к съемкам видео, которые, ну вот вообще в принципе к моей работе. Честно говоря, моя мама вообще раньше не понимала, чем я занимаюсь. То есть, когда я работала переводчиком, специалистом по международным отношениям, она понимала в принципе, чем я занимаюсь. А когда я ушла в блогинг, она просто не понимает. То есть, даже, наверное, она когда видится со своими подружками, она, наверное, даже не знает, как объяснить, кем работает ее младшая дочь. То есть, сейчас-то она уже понимает, что я блогер, что я снимаю, обозреваю, людям это нравится, есть обратная связь. Короче, работа мне нравится и как бы вам тоже нравится то, что я делаю. Вот сейчас, я думаю, она понимает. А раньше было очень сложно объяснить. Ну, в принципе, я думаю, что людям старшего поколения довольно сложно понять, что блогинг это, в принципе, работа. Это не какое-то разгильдяйство, не какое-то простое хобби. Для меня это работа. Причем очень любимая работа. Я надеюсь, что буду продолжать здесь работать. Еще один очень щекотливый вопрос, который довольно часто сейчас звучит после того, как мы переехали. Я, кстати, видео выложила про свой переезд, про свой 15-й переезд. Если не видели, посмотрите, я там вообще на все вопросы отвечаю, почему мы так часто переезжаем, почему у нас такая ситуация невезучая с арендодателями. Короче, ну, посмотрите. И вот там, под этим видео, по-моему, каждый третий комментарий был на тему, почему вы снимаете квартиру, когда можно взять ипотеку. Зачем вы отдаете так много денег какому-то левому дяде, когда вы можете отдавать деньги за свою квартиру. И я там каждому стараюсь объяснить, что, мол, пока не имеем возможности. Ну, нет у нас пока такой возможности. Кого-то этот ответ удовлетворил, а кто-то начал меня убеждать в том, что, Надя, ты не права. Вообще-то снимать жилье – это, процитирую, это помыкаться. То есть это унизительно снимать жилье, я так понимаю. Лучше взять ипотеку, платить банку. Вот, хочу объяснить свою позицию в этом плане. Если бы у нас была возможность, вы думаете, мы бы снимали столько лет квартиру, мы бы давно уже купили свою, мы бы не переезжали каждый год, иногда мы переезжаем два раза в год, к несчастью. Ну, это все я в видео объясняю. Мы бы уже давно купили квартиру и обустроили бы так, как хочется нам. А не вычищали эти съемные квартиры от грязи, перезделывали тут под себя, делали бы мелкий ремонт. Короче, съемное жилье – это, конечно, то себе удовольствие. Но у нас пока нет возможности купить свою квартиру. Это очень дорого. Мы не хотим покупать маленькую, мы работаем на дому, мы не сможем работать в маленькой квартире вдвоем. Это тяжело. А мы все-таки заботимся друг о друге, о своем психическом здоровье, о своем свободном времени, свободном пространстве. У каждого человека должно быть личное пространство, поэтому для нас минимум хорошая квартира, она двухкомнатная. Нам нужна комната для отдыха и для работы. Может быть, кто-то это не поймет, но для нашей семьи это нормально, и мы будем искать именно такой вариант, когда у нас будет возможность купить квартиру. Я не отрицаю такой возможности, опять-таки, что мы возьмем квартиру в ипотеку. Просто иногда выхода нет. Многие люди тоже берут в ипотеку и брали, и будут брать, когда нет возможности накопить полностью сумму. Короче, всякие бывают обстоятельства. Но когда меня убеждают, что, мол, Надя, ты того, зачем платить за съемную квартиру, лучше платить за свою, я прям в шоке иногда. Меня так сильно переубеждают, что я не права, надо срочно идти в банк, срочно брать ипотеку. Знаете, я ипотеку не очень люблю в плане того, что вы покупаете квартиру себе и еще одну квартиру покупаете банку. Потому что там такая глобальная переплата, такая огромная переплата. То есть там, для примера, купите квартиру за 2 миллиона и еще там полтора или миллион переплатите. Даже кот возмущен. Ну, это я, конечно, утрирую. Разные условия есть, разные ставки. Не буду в это углубляться, потому что там, ой, что только начнется, я думаю, в комментариях опять кинуться меня переубеждать. Еще раз хочу сказать. Я вас понимаю, но и вы меня поймите. Мы живем так, как удобно нам. Вы живите так, как удобно вам. Когда придет время, у нас будет своя квартира. Кстати, спасибо вам огромное тем, кто меня поддерживал, кто писал в комментариях, что желает нам скорейшего приобретения своего жилья. Я в это верю, что мы скоро уже переедем, купим свое. Добра мечта. Так, ладно, вроде бы про съем жилья я на вопрос этот ответила. Что еще там задавали? Я уже не записывала, но я помню, что еще какие-то вопросы были. А, меня спрашивали про то... Помните, ситуация такая была? Я думаю, помнят те, кто подписан на меня в Инстаграме. У меня несколько раз уже крали видео. То есть, находятся такие люди, которые скачивают мои видео. Там делают обложку свою. И полностью выкладывают мое видео, выдавая за свое. Не переделывают там ни озвучку, ни монтаж. То есть, полностью... Да, кот, да, я тоже возмущена. Да. Да, и не говори-ка. Ага. Вот такие люди. Орет. Так вот. То есть, они просто скачивают видео, выдают за свое. Ну, и пытаются набрать... И пытаются набрать за счет моих видео подписчиков, просмотры. Ну, вот такое. Благо, у меня есть бдительные зрители, которые уже второй раз за этот год мне пишут и говорят, Надя, там украли твое видео. Может быть, это ошибка. Я такая, перехожу по ссылке, это не ошибка. Действительно, мое видео, в кадре мои руки. Звучит мой голос. Короче, полностью моя работа. Так уже было в начале года. Я об этом не говорила на ютубе. Я говорила об этом только в инстаграме. Просила помочь своих зрителей, подписчиков, чтобы там, ну, повлиять, короче, забанить этого человека. Вернее, это была семейная пара, которая продолжает снимать обзоры из Фикс Прайса. Это парень с девушкой. У них есть свой канал, я даже их видела. Но они, видимо, решили, вернее, молодой человек решил создать второй канал, на котором решил выкладывать чужие видео. И решил начать с моих почему-то. Вот. Ну, потом, благодаря бдительности моих зрителей, повторюсь, моей своевременной работы и жалобы в техподдержку ютуба, их забанили. То есть, этот канал удалили и забанили. И потом, вот недавно, по-моему, пару недель назад, мне опять пишет зрительница, Надя, опять украли твое видео. О, ладно, в прошлый раз украли одно, тут украли три. Я перехожу на канал, смотрю, девушка сначала снимала что-то от себя, потом скачала обзор еще каких-то обзорщиков, тоже из Фикс Прайса. И смотрю, там три моих видео. Тоже полностью скачаны, тоже все. Короче, все, полностью мое. Ну, кот, на что ты все по столу-то ходишь? Ну, елки-палки. Ладно. Вот, она украла три моих видео. Я написала ей в комментариях под этими видео, что, мол, удали, не стоит воровать, это вообще плохо. Потом увидела, что у нее есть ссылка в Инстаграм, написала ей в Инстаграме, что так делать нельзя. Да, я обозвала ее воровкой. И она на это очень обиделась. Ну, а как я должна была ее еще назвать, если она украла три моих видео и выдает за свои? Причем она мне потом в переписке между очень обидными словами объясняла, что, мол, так-то многие люди выкладывают видео знаменитых людей, и никто их не обзывает воровками. Ну, если она прикрывается такой теорией, теоретически она должна была указать, да, в видео, что это, мол, материал взят с сайта такого-то, с канала такого-то, вот блогер такой-то. Ну, не знаю, логически. Но она такого не сделала. Она мне очень много всего обидного написала в директе, в Инстаграме. Причем очень обвиняла меня, что, мол, нельзя так людей обзывать, нельзя натравливать на них своих зрителей. Я не натравливала, я просто просила зрителей помочь, чтобы она сделала то, что сделает каждый здоровый умственный человек. Просто удалить, просто удалить нужно было сворованное. Как бы пока я не написала жалобы на YouTube, в техподдержку YouTube, она не удаляла эти видео. Я написала жалобы на каждое видео, их удалили. К счастью, очень быстро. Это вообще делается очень быстро, я благодарю за это YouTube, они прям оперативно в этом плане работают. И очень, очень большое спасибо моим зрителям, которые помогают мне в этом. Помогают и эмоционально, и физически. Пишут жалобы тоже на эти каналы, на эти страницы, чтобы их быстрее забанили, чтобы они больше такого не делали. Может быть, это и жестоко, просить своих зрителей пожаловаться на таких воров. Может быть, жестоко. А не жестоко воровать то, что человек делает. То, во что он вкладывает свои силы, тратит свое время. А кто-то просто берет и пытается на этом заработать. По-моему, это тоже жестоко. Поэтому в этой ситуации я себя виноватой не считаю. Кто-то мне писал, что, мол, Надю, вообще-то можно было просто попросить удалить. Так я же просила. Она не удаляла. То есть пока я не приняла жесткие меры, она ничего не делала. И те люди, кстати, предыдущие, кто сворвал, тоже ничего не делали. Интересно, они, наверное, и смотрят мои влоги до сих пор. Ладно. Вообще, начала про одно, продолжила про другое. Ну, в принципе, на вопросы отвечаю. Вопросы поступают, вопросов много. Я выбираю самые интересные, самые часто задаваемые и на них отвечаю. Так, дальше. Кстати, насчет Инстаграма забыла сказать. Я, так как оставляю почти под каждым видео ссылку на свой Инстаграм, довольно часто меня находят люди, которые хотят написать какую-нибудь гадость. Вот, например, на Ютубе они мне уже написали гадость. Я их там забанила, и они больше не могут мне писать. Переходят в Инстаграм. Не ленятся, переходят в Инстаграм. Там некоторые даже создают фейковые страницы. То есть просто пустые абсолютно страницы, чтобы написать мне гадость. Представляете, какие люди целеустремленные. Вот они мне пишут. Что от меня ждут? Непонятно. Я как бы тоже их там блокирую. Я им не отвечаю. Смысла в этом не вижу. Кстати, я довольно часто в сториз выкладываю перлы самых прям, экстравагантных комментаторов. Я просто делаю скриншоты и выкладываю у себя в сториз, чтобы мои зрители посмотрели, мои подписчики посмотрели, что мне иногда пишут. Вот недавно мне написали, что, мол, знаете, кем ты себя возомнила? Ты считаешь там себя очень модной, с понтами, что-то там какой-то красавицей, гуру. Что-то я там прям очень много всего о себе возомнила. Даже не могу вспомнить, что я о себе возомнила. А ты, говорит, некрасивая, без образования, тупая. Дом у тебя пустой и скучный, что-то такое. И вообще ты деревенская баба. Короче, я не помню точь-в-точь, но если вы подписаны в инстаграме на меня, то вы уже видели это. Короче, вот написала прям, знаете, такую простыню мне накатала. Ну, видимо, она хотела, чтобы я обиделась, а я не обиделась. Я просто посмеялась с своими зрителями. Какую цель преследовала эта девушка? И какую цель преследуют другие люди, которые пишут мне гадости? Я не понимаю. Ну, блин, если я вам не нравлюсь, ну, отпишитесь от меня. Я же насильно вас вот так перед экраном не держу. Мол, смотрите на меня, я такого не делаю. Если вам не нравится, что я делаю? Если вам не нравится, что я снимаю? Не нравится, как я говорю, как я выгляжу? Мое мнение? Отпишитесь, не смотрите. Силой вас никто не держит. То есть я всегда так спокойно относилась к этому. Ну, не нравится человек, отпишись. Не нравится, не смотри, не слушай, не читай. А есть такие мазохисты, которые заходят на мой канал, заходят на мою страничку в Инстаграме и сидят. И смотрят, и подсматривают. Что я там опять делаю? Что я там на завтрак съела? Куда я там сходила? Что я себе купила? Зачем вы это делаете, люди? Ну, я обращаюсь к тем, кто мне потом гадости пишет. Если я вам не нравлюсь, отпишитесь. Я не буду по вам скучать. Так, в принципе, ну, как я сказала, вопросов немного. Я на все ответила. Если вдруг еще что-нибудь интересное, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить. Если вопросов будет очень много, я, может быть, сниму вторую часть видео и расскажу еще о чем-нибудь. Если вопросов будет мало, просто отвечу каждому под его комментарием. Ладно, на этом все. Спасибо вам большое за внимание. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. До новых встреч!